Всем привет! Сегодня 10 марта 2020 года. Это канал об инвестициях и не только о них. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Закрылась торговая сессия на московской фондовой бирже, закрылась в огромном минусе. Давайте попробуем спрогнозировать, что нам ждать от завтрашней торговой сессии 11 марта. Итак, индекс Мосбиржи обвалился на 8,11, номинирован он в рублях. Индекс РТС на 13%, он номинирован в долларах. Нефть рухнула более чем на 20%. Также рухнула национальная валюта по отношению к доллару на 4,5%. Доллар сейчас стоит 72 рубля. И по отношению к евро на 6%, евро по курсу ЦБ стоит 81 рубля 86 копеек. Так, давайте посмотрим, как сейчас торгуются в текущий момент индексы на фондовом рынке Америки. Вот по виджету можете посмотреть, что Dow Jones плюс 1,3%, с NP500 плюс 1,5%. В принципе рост, причем неплохой рост. И при прочих равных можно было бы ожидать завтра какой-то минимальный отскок от российского фондового рынка. Но боюсь, что наш рынок, в отличие от американского, настолько нефтезависим, что те положительные явления, которые сейчас происходят в Америке, то есть, ну как минимум это можно назвать какой-то стабилизацией, да, на фоне происходящего вот последние дни, то у нас, мне кажется, не стоит строить оптимистичных прогнозов. И, мне кажется, падение продолжится. Что сегодня происходило в России, чем наполнены новостные ленты? Ну, в основном вся информация сводится к театральной постановке, которая происходила в Государственной Думе с участием больших, серьезных людей. Задавались нужные вопросы, на них давались очень правильные, нужные ответы. Ну, то есть, велась разъяснительная работа с электоратом касательно поправок, носимых в Конституцию. Обычная политическая возня. К сожалению, вместо какой-либо работы по изменению, улучшению ситуации, никаких заявлений сегодня я не услышал от первых лиц государства относительно того, как нам решать ситуацию вот с этими кризисными явлениями, которые происходят, что нам делать с ценами на нефть, что нам делать с обвалом рубля и так далее. То есть, ну, печально, печально все это наблюдать. Люди занимаются совершенно другими глобальными политическими вопросами и разъяснением народу-населению о том, что происходит в параллельной реальности в нашей стране, вместо того, чтобы заниматься насущными проблемами и стабилизировать ситуацию в экономике. Презюмирую. Мне так кажется, что падение продолжится. Я надеюсь, что оно не будет таким катастрофическим, как было сегодня. Но это будет в любом случае падение. Что делать инвестору? Ну, главное, что ему делать, наверное, не паниковать, не делать резких движений. В этом сходят сейчас все эксперты, все аналитики. Если инвестировать, то очень аккуратно в какие-то защитные активы. Возможно, нам драгоценные металлы решать только вам. Мое решение я буду пока за всем этим делом наблюдать. Инвестировать пока не собираюсь, потому что я не уверен, что пиковый момент падения преодолен. Я в этом абсолютно не уверен. Ну, посмотрим. Посмотрим. Будет день, будет пища. Всем доброй ночи. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем всего самого лучшего.